современных философов и интеллектуалов. Предлагаем вашему вниманию интервью Жижика, которое он дал корреспонденту Евроньюз во время кинофестиваля в Сараеве. Господин Жижик, вы являетесь почетным гостем Сараевского кинофестиваля. Какова, на ваш взгляд, роль кинематографа в современном обществе? Прежде всего, хочу напомнить, что я являюсь представителем старомодного классического марксизма. Так что кино в наши дни, на мой взгляд, это поле идеологической борьбы. Эта борьба не утихает, она продолжается. И свидетельством тому является ужасная война, разразившаяся в бывшей Югославии. Имеется целый ряд кинокартин, созданных на основе достоверных фактов, но их успех, к сожалению, обусловлен не этим. Взять, к примеру, фильм Эмира Кустурицы «Подполье». Эта кинолента наполнена трагизмом. Я не хочу сказать, что это какая-то фальсификация, вызванная недопониманием происходящего. Посмотрев этот фильм, какое у вас складывается впечатление от экс-югославии? То, что это ненормальная часть мира, страна, где одновременно развратничают, пьют и воюют. Это именно то, как на Западе представляют себе Балканы. Здесь реальность подменяется вымышленным миром. А как вы объясняете такой феномен? Можно вполне иронично заявить, что Балканы имеют структуру бессознательной, психически безотчетной Европы, и там протекают тайные, грязные процессы. По моей формулировке, все происходящее на Балканах вовсе не то, о чем давно мечтали люди. Они не в состоянии выстоять лицом к лицу с постмодернистской реальностью. Я бы сказал, что они пытаются мечтать и думать так, как это делают европейцы, но вовсе не как они сами это делают. Хочу привести в пример прекрасный афоризм известного французского философа Жиле де Лёйзе. Он сказал, если вы растворились в мечтах другого человека, вы пропали. Если вы думаете, как другой человек, то с вами все кончено. Кинематограф должен точно отображать факты, свидетельствующие о том, что все мы являемся неотъемлемой частью единого глобального мира. Сараево — город культурного многообразия. У вас есть теория такой терпимости, не так ли? Думаю, что в мире достаточно известна идеология культурного многообразия. Для меня это, по крайней мере, часто видится зеркальным отображением расизма. Например, когда люди типичные, представители разных культур приезжают сюда, то говорят, о, мы бы хотели понять, насколько вы отличаетесь от нас. А следовало бы понять, что в глобальном смысле нет никакой разницы, никаких отличий. Просто происходят различные процессы, случаются разные вещи, и нужно быть терпимым к этому. Сегодня мы нуждаемся скорее в осторожности и благоразумии, а не в понимании. Мы все являемся объектами либерального шантажа и должны осознавать это и понимать друг друга. Нельзя подчиняться достаточно сложной и странной комбинации. Я ненавижу людей, я не желаю их понимать, у меня свое видение мира. Я не понимаю ваш стиль жизни, вы не понимаете мой, но в любом случае мы обязаны сосуществовать. Почему здесь, в Сараеве, ощущается разочарование людей после ареста Радована Караджича? Реальная трагедия заключается в том, что эрудированные боснийские политики отмечают, что по большому счету имя Караджича связано с успехом. Его базовая программа заключается в том, чтобы часть Боснии была зарезервирована за сербами. Республика Сербская это 51% территории, на ней проживает менее 10% других национальностей, не сербов. Вот к чему стремился Караджич. Но ирония состоит в том, что, как говорится, король умер, да здравствует король. Но для нашего случая это не подходит. Уже поздно. Это лицемерие ханжества, осудить человека, но считать его идеи полезными. Спасибо за интервью, господин Жижек.